Традиционная для Барнаула и эксклюзивная для России гонка поколений вновь собрала немалое количество участников. Команды из Барнаула, Бийска и Заринска всего более 60 биатлонистов. Отличительная черта от любых других соревнований это спортсмены. Их возраст от 10 до 70 лет. Гонка традиционно включает несколько этапов с огневыми рубежами. Эстафета передается от молодых к более старшим участникам. Среди них есть и настоящие легенды. Иван Лыжин, чемпион мира среди ветеранов, неоднократный победитель Перенца России, Кубка России среди ветеранов. Сергей Рыбин будет принимать участие. Владимир Толмачев, это легенда алтайского биатлона, победитель Перенца мира среди ветеранов по лыжным гонкам. И этот список можно продолжать еще очень долго. Самое главное, что для юных биатлонистов есть с кого брать пример. В эстафете 7 этапов. Самые юные участники бегут 400 метров. Парни и девчонки постарше 800. Самые опытные биатлонисты 1200 метров. Преодолел свою дистанцию, отправляйся на огневой рубеж. В этом году мы именно на этих осенних стартах заявили еще одну категорию девочки и мальчики 9-10 лет. И это очень важно нам понимать, какое у нас молодое поколение и на что оно способно. И поэтому эти соревнования, собственно, приурочены именно, ну так, если коротко сказать, звездочек выявлять. Начинающие биатлонисты стреляли из пневматики. Опытные спортсмены из мелкокалиберного оружия. Независимо от возраста, за каждый промах на рубеже – штрафной круг. И тяжело также абсолютно всем. Сложновато было, сложно было бежать. Надо было выбрать правильный темп, держаться за лидерами. Если для юных спортсменов гонка по колени – это в каком-то роде знакомство с биатлоном, то для старших коллег проверить свои силы, а также верить в участника своей команды до последнего. Что касаемо соперничества, то данные соревнования и как раз интересны тем, что ты не знаешь весь уровень твоих соперников, потому что ребятишек мы мало, как бы маленьких, некоторые только пришли. Дети, они нестабильные, допускают ошибки. И кто будет впереди, это порой даже неизвестно никому. Самые меткие и быстрые получили заслуженные награды. И организаторы турнира уже приметили новых звездочек алтайского биатлона. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.